Ледовая сказка для многих улануденцев уже успела омрачиться вот такими табличками. Во всему периметру площади советов на стройплощадке появились надписи «Если вы не баран, то обойдете». Кроме того, есть уже классические таблички о том, что вход на стройплощадку строго запрещен. Зачем понадобились вот эти дополнительные меры предосторожности, мы пытаемся сейчас узнать. Мы ограждаем всю территорию площадки вот такими вот красными лентами. Если пройти по всему периметру, то эти красные ленточки постоянно обрывают. Ну и попросили его сделать что-нибудь так, чтобы горожане не ходили. Молодой человек проявил такой креатив, написал такие таблички. Этот креативный ход сразу вызвал шквал негодования в соцсетях среди горожан, общественников и даже депутатов. Ну как-то это некорректно. Это не очень корректно по отношению к нам горожанам. Кто повешал их или вывесил, он чтобы дальше не раздражать и не усугублять. Не последний раз же он на конкурсе участвует. Вот он должен это снять, конечно. Конечно, может быть такой нюанс, что они хотели этим, может, пошутить, но на самом деле шутка – это плохо пахнущее. И, естественно, я расцениваю, что это неуважение к жителям и гостям города. Подрядчики к горожанам прислушались и все таблички с периметра сняли. Представитель застройщика городка пояснил, что автор этого обращения на объекте уже не работает. Тем не менее, проблема осталась. Улан-Уденцы по-прежнему срывают ленты и проходят по самому короткому пути, не задумываясь о безопасности. У нас это, можно сказать, объект строительства. Здесь постоянно ходят машины со льдом, потом куски льда лежат. Человек идет, например, подскользнулся, упал. Кто будет отвечать? Естественно, человек, который не обеспечил безопасность, так сказать, на строительной площадке. Строители просят обходить стройплощадку для своей же безопасности и не мешать художникам создавать ледовый городок. Тогда и надобности в подобных оскорбительных надписях больше не возникнет. Галина Соболева, Юрий Шабаганов. Первая альтернативная.